Полная эволюция человека Многие считают, что человек – это вершина эволюции, но и до появления нашего вида и одновременно с ним на планете существовало и до сих пор существует большое количество животных, которые по многим параметрам людей превосходят. Мы не являемся ни самым сильным, ни самым быстрым животным, но при этом именно люди, благодаря интеллекту, смогли покорить планету и занять верхнюю ступеньку пищевой пирамиды. Что же стало причиной такого доминирования и как люди смогли развиться до таких высот? Больше узнать об эволюции живой природы до появления человека можно, подписавшись на наш канал. Подписчики канала «Эпоха динозавров» первыми узнают о выходе новых роликов и могут комментировать их, делясь своим мнением друг с другом. Также зрители могут выразить свое отношение к нашей работе при помощи лайков. Шанс на развитие млекопитающие получили примерно 66 миллионов лет назад, когда гигантский астероид, врезавшись в Землю, спровоцировал окончание эпохи динозавров. Считается, что предками всех приматов стал небольшой зверек из отряда плезиадапсидовых. Эти существа были похожи на грызунов и питались насекомыми, но они уже были приспособлены к жизни на деревьях. Настоящие приматы появились только спустя более 10 миллионов лет. Первым из них был архицебус. Он уже был похож на некоторых современных обезьян, имел длинный хвост и отлично лазал по деревьям. Вес этого существа составлял не более 30 граммов, а размер около 7 сантиметров. Потомки архицебуса разделились на две ветви развития. От первых произошли долгопятые, от вторых все остальные обезьянообразные. К обезьянообразным относится и человек, но первым обезьянообразным существом была крохотная эосимия. Она жила на нашей планете примерно 45 миллионов лет назад. Ее размеры не превышали размер ладони современного человека. После случившегося 30 миллионов лет назад вымирания видов, вызванного глобальным похолоданием, выжили только те виды приматов, которые обитали в экваториальных районах. Эти предки современных обезьян и людей разделились на узконосых и широконосых. Тогда же произошло массовое переселение приматов на современную территорию Южной Америки. В данный момент в науке известно как минимум три прямых предка человека, которые жили в последующие 20 миллионов лет. Саадания Ученые практически не располагают точными данными относительно внешнего вида этих приматов. С уверенностью можно сказать, что это были достаточно крупные животные весом до 20 килограммов. По найденным останкам удалось установить, что эти существа дали начало и человекообразным обезьянам, и мартышкам. Жили они примерно 28-29 миллионов лет назад. Проконсул Это животное считается самой древней из известных науки человекообразных обезьян. Обитали проконсулы на территории современного африканского континента примерно 20 миллионов лет назад. Их вес мог достигать 40 килограммов. Считается, что проконсулы придерживались исключительно вегетарианского способа питания. Дриапитек Эти приматы являются общим предком шимпанзе, горилл и людей. Они появились на Земле примерно 12 миллионов лет назад и расселились по территории Восточной Африки и некоторых регионов Евразии. Питались они фруктами и мягкими листьями, жили на деревьях. Ученые считают, что это были стайные приматы ростом до 60 сантиметров и весом от 20 до 35 килограммов. Способ передвижения дриапитеков напоминал современных орангутанов. Около 10 миллионов лет назад началось очередное похолодание климата. Это привело к сокращению площади тропических лесов и появлению бескрайних африканских саванн. Для выживания дриапитекам пришлось спуститься с деревьев и начать осваивать новые для себя жизненные условия. Это стало началом очередного витка эволюции от обезьяны к человеку. Сахилантроп Многие ученые считают сахилантропов первыми гоминидами, то есть первыми предками рода Homo sapiens, современных людей. По месту обнаружения останков этот вид еще называют сахилантроп Чацкий. Сейчас в этой местности проходит граница пустыни Сахара, но 6-7 миллионов лет назад, во времена обитания сахилантропов, это была болотистая равнина. В одних с останками сахилантропов геологических слоях обнаружены следы характерных для такой местности животных того времени. Известно, что сахилантропы уже были прямоходящими приматами. Они питались преимущественно растительной пищей, но могли охотиться на мелких животных. Рядом с их останками не обнаружено следов изготовления хоть каких-нибудь инструментов. Но исследователи предполагают, что эти древние гоминиды могли использовать в качестве орудий труда или охоты обычные камни или палки. Их мозг был немного меньше мозга современных шимпанзе. Ардипитек Несмотря на теорию, что предки человека освоили хождение на двух ногах из-за переселения из лесов в саванны, этот гоминид, появившийся примерно 4,5 миллиона лет назад, обитал в лесах. Считается, что ордипитеки одинаково комфортно чувствовали себя и на деревьях, и под деревьями. Это были всеядные существа, ростом до 120 сантиметров и весом до 50 килограммов. Австралопитек Эти прямоходящие гоминиды обитали в Африке от 1 до 4 миллионов лет назад. Внешне они больше походили на современных обезьян, чем на людей, но их мозг по объему уже превышал размеры мозга нынешних человекообразных обезьян. Австралопитеки были способны использовать разные предметы в качестве оружия или орудий труда. Их средний рост составлял полтора метра, а вес около 55 килограммов. Человек умелый Представителей этого вида ученые официально считают первыми людьми на Земле. Конечно, они сильно отличались от нас как по внешности, так и по уровню интеллекта, но они умели мастерить примитивные каменные орудия и, возможно, обладали зачатками речи. Размер их мозга на треть превышал мозг Австралопитека. Обитал человек умелый в Африке более 2 миллионов лет назад. Человек прямоходящий За период от 1 миллиона 800 тысяч до 300 тысяч лет назад эти наши предки расселились не только по Африке. Они перебрались в Европу и Азию. Они сумели освоить искусство разведения огня и научились делать достаточно сложные орудия труда. Размер их мозга был близок к размеру мозга современного человека. Представители этого вида умели общаться и взаимодействовать друг с другом. Эти навыки с успехом применялись для коллективной охоты на крупных животных. В конце периода существования человека прямоходящего стартовал переход к появлению людей современного типа. В течение нескольких сотен лет появилось несколько видов людей. Один из них стал современным человеком. Этот вид называется кроманьонцами или человеком разумным. Но параллельно с ним на Земле существовали и другие виды, которые конкурировали за власть над всей планетой. Неандертальцы Эти люди полностью исчезли с лица Земли около 30 тысяч лет назад. От них осталось достаточно много свидетельств высокого уровня развития вида. Они умели создавать сложные орудия труда, оставляли на стенах пещер множество рисунков, имели собственную культуру и заботились о соплеменниках. По размеру их мозг даже немного превосходил мозг кроманьонцев. Есть мнение, что неандертальцы были тупиковой ветвью развития человечества и были полностью уничтожены кроманьонцами в ходе борьбы за жизненное пространство. Но некоторые исследователи говорят, что гены неандертальцев присутствуют в геноме многих современных людей. Из этого ученые делают выводы, что часть из них была ассимилирована кроманьонцами и просто растворилась среди более приспособленного вида. До недавнего времени считалось, что за место на вершине пищевой пирамиды боролись только два основных вида людей – неандертальцы и кроманьонцы. Но в 2010 году ученые, которые проводили раскопки в Денисовой пещере на Алтае, сделали сенсационное открытие. Они обнаружили следы ранее неизвестного вида человека, который жил примерно 120 тысяч лет назад. По названию пещеры вид назвали «денисовским человеком». Эта уникальная пещера известна ученым давно. Раскопки в ней проводятся с 1982 года. Все ранее обнаруженные останки и предметы быта ученые считали принадлежащими неандертальцам. Но современные методы генетического анализа показали, что фаланга пальца и один из найденных в пещере зубов не имеют к неандертальцам никакого отношения. Сейчас есть подтверждение, что эти виды людей могли иметь общее потомство и, возможно, жили в пещере одновременно. Кроманьонцы Своё название наш вид получил от местечка во Франции, где были впервые обнаружены его следы. Считается, что кроманьонцы появились примерно 130 тысяч лет назад. С тех пор внешность людей практически не изменилась. Около 10-15 тысяч лет назад этот вид расселился по всей планете и стал единственным на Земле, выиграв эволюционную гонку у других ветвей развития. Благодарим за то, что досмотрели этот ролик до конца. Если вам интересна история появления и развития других видов, населявших нашу планету в разные эпохи, то рекомендуем ознакомиться с другими материалами на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok